Сегодня покажу целых три спиннинга одной и той же фирмы LeFish фирма китайская, торгует на Алиэкспрессе выпускает довольно интересные спиннинги три я купил, вернее два спиннинга и одно, вернее, кастинговое удилище предназначено для установки мультипликатора либо закрытой катушки спиннинги ультравальтовые первые из них я вам уже показывал это Stream Dance только до этого он мне попадался под торговой маркой IMAX больше, видимо, не выпускается а выпускается под торговой маркой LeFish абсолютно такой же, только тот был с двумя кончиками а этот с одним спиннинг классического ультравальтового вида дизайна то есть это прямая рукоятка пробковая катушка-держатель характерный бланк параболического строя кольца использовал производитель вот такого плана на мой взгляд, мог бы что-то более легкое использовать например, одноногие кольца T-Type либо более высокие кольца K-Type ну, решили ставить такой, придется использовать то, что есть бланк очень необычного цвета радужного, такого блестящего, зеркального напоминает разводы бензина на бензиновой пленке на воде либо цвета побежалости на металле не самое типичное решение то есть мне такие спиннинги такого вот дизайна не попадались бланк очень гибкий с тестом, напомню, до 5 грамм ну, и вообще производителям заявлено, как форелевый стримовый спиннинг ну, не знаю, хватит мощности для стримового спиннинга или нет я буду использовать его, как классический ультравай под нагрузкой спиннинг работает практически целиком то есть, пожалуй, нижняя только четверть на данный момент не нагружена при вываживании наверняка понадобится и она ху-кипера нет то есть крепления для блесны петельки нет либо цепляем за раму, либо ставим отдельные я предпочитаю теперь ставить отдельные я заказал сразу с десяток этих полезных вещиц на те спиннинги, на которых нет колечка для крепления блесны буду ставить отдельные не очень хорошо цеплять за раму можно, в конце концов, попортить вставку кольца сэкономить копейку отличный баланс с катушкой Shimano XH 1000FA из старых моих запасов хорошая достаточно катушка, много лет отработала ну и по цвету неплохо совпали вот эти вот части и золотистые части на рукоятке в целом довольно приятный получился комплект с хорошим балансом думаю, неплохо себя покажет на летнем ультравате так, дальше это же фирма спиннинг в таком хай-тековском дизайне интересно, что вот эта вот часть вся собрана на металлической трубке то есть и вот эта часть, и вот эта, и это все металл обычно производители стремятся облегчить как-то свои спиннинги, свои продукции но здесь, видимо, в угоду дизайну, во-первых, принесена легкость и, может быть, это добавит несколько чувствительности так, дальше весь спиннинг выполнен в одном стиле то есть серебристо-черный цвет во всех элементах металлическая пробка надпись LeFish выполнена серебристым таким же цветом вот на стримденсе золотистым, как и вставки на задней пробке и передней части спиннинга здесь все серебристо-черный лака немного шелк такой же серебристый, блестящий вот те самые кольца K-type то есть высокие такие треугольные которые меня вполне устраивают ну, T-type лучше, которые одноногие, однолапые эти все-таки тоже неплохие тест заявлен производителем как 3 до 7 грамм но я бы сказал, что, по крайней мере, на потрях это грамм до 5, скорее всего и не 3, а где-то, наверное, от 1 бланк очень гибкий чистый параболик рукоятка со вставками из Эва эргономичный катушка-держатель скелетного типа в руке лежит очень хорошо палец оказывается на бланке что должно способствовать хорошему контролю проводки и поклевки будут лучше чувствоваться прямо на спиннинге написано что удилище предназначено для вогли форели и тест по леске и по блесне сама модель скромно просто SP60UL, то есть спиннинг 60 это длина 1,80 м и ультравайт согласиться... не согласиться тяжело да, это ультравайт так оснастил я его катушкой от фирмы Riobi с Мюрс 800-го размера в серебристо-черном таком же дизайне выглядит очень здорово все вместе вот тут наклейка портит весь вид о проводимости бланка напоминание и естественно я ее отклею а то будет вот это все цепляться и забиваться грязью лучше бы все-таки они ее залачили так еще раз покажу насколько гибкий бланк используется никаких проблем его согнуть таким вот так-так-так-так с большой нагрузкой не составляет первое впечатление и можно сказать, что спиннинг будет довольно кидучим и хорошо будет вязать рыбу опять же скелетная катушка держателя почему мне она нравится здесь если имеется надпись на лапке катушки ее можно хорошо видеть вот Riobi любит писать о том, что продукция разработана в Японии серийный номер катушки все это здесь прекрасно видно ну это частности, конечно, все ну из мелочей приятно ловить оп, вот так вот приятно ловить красивой снастью которая сделана очень аккуратно так третий спиннинг, который я вам покажу вернее, кастинговое удилище которая предназначена для установки мультипликатора либо закрытой катушки в данный момент здесь стоит катушка T-REX это мистер Чарльз с Алиэкспресса фирмы такая катушка одно время была очень популярна потому что имеет очень легкую мелкую шпулю ну для бюджетной катушки то есть там около 12 грамм получалось и забрасывать позволяет приманке весом где-то 3-3,5 грамма стабильно и дальше, соответственно так дальше что можно сказать выполнено в том же стиле то есть серебристый черный весь дизайн металлическая вставка в катушкодержатели и вот эту часть спиннинга с гайкой перенесли полностью как элемент катушкодержателя для кастинговой снасти та же надпись что удилище предназначено для вовле фореля тот же тест по леске и по весу блесны единственное что маркировка сменилась на CIE 60 UEL то есть кастинг 60 UEL метр восемьдесят длина кольца естественно здесь уже для кастингового удилища предназначены два первых на усиленной раме сделаны а остальные идут уже на одной лапке такой же гибкий такой же пасылистый так же будет хорошо вязать рыбе пожалуй немножко более легкие кольца получается поэтому устрой слегка отличается от того, который со спиннинговой модификацией этого удилища так же хуккипер нет так же будет устанавливаться внешний хуккипер что можно сказать о продукции данной фирмы довольно интересный дизайн никого не копирующий но есть небольшие огрехи при сборке кольцо у этого спиннинга по отношению к катушкодержателю смещено несколько в сторону у одного из спиннингов я видел одно кольцо но по отношению к другим слегка сдвинуты ну не критично конечно но хотелось бы все-таки более какого-то четкого контроля за качеством потому что как минимум на двух спиннингах есть небольшие огрехи сборки хотя задуманно и реализованы по крайней мере в дизайне очень здорово то есть фирма самобытную какую-то технику продукцию выпускает которая отличается от других производителей достаточно узнаваемые спиннинги вот и вот и